Доставка гуманитарной помощи на Донбасс под угрозой срыва. Причина – неработающий пункт пропуска Новотроицкая. Этот основной коридор для всех благотворительных организаций закрыли две недели назад. Сегодня в Донецк отправилась колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова. Как проходит рейс, расскажут наши корреспонденты. Колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова выехала из Днепропетровска в Донецк утром. Машины везут 400 тонн продуктов для мирных жителей Донбасса. Перед волонтерами непростая задача – найти новый коридор. Ведь пункт пропуска Новотроицкая, через который проходит гуманитарные миссии, с конца апреля закрыт. КПВВ Марьенко встречает колонну километровыми очередями. Леонид Николаевич с супругой возвращаются в Донецк. Продвигаются со скоростью 1 км в час. Далеко еще. Это, значит, я тебе скажу, от ГАИ до туда где-то километра 4. Вот, значит, мы где-то примерно километр проехали. Надежда Гончарова выезжала в Запорожье за лекарствами. Но сегодня домой вернуться не успеет. Будет ночевать в машине. Никаких льготных очередей, ничего. Я инвалид второй группы. Я ехала с больницы. Мне сделали операцию в онкологии. Но увидев колонну с гуманитарной помощью Ахметова, Надежда готова пропустить ее без очереди. Мы не против того, чтобы проезжала гуманитарная помощь. Потому что спасибо большое Ренату Ахметову. Он оказывает Донбассу очень большую помощь. Здесь понимают, насколько важно доставить продукты вовремя. За линию разграничения. Тем, кто нуждается больше всего. Гуманитарная помощь Рената Ахметова очень нам помогла. Да, котормазки выручили нас. Да, только наша это и выручила. Но 20 машин могут заблокировать работу этого пункта на целый день. В штабе решают колонну разделить. Так больше шансов проехать. Шесть грузовиков остаются на досмотр в Марьинке. Остальные 14 машин направляют со стороны Бахмута, бывшего Артемовска. Быстро не получится пройти, но будем стараться, будем понемногу. Так, чтобы не перекрывать, не парализовывать движение легковых автомобилей. Если машины не смогут завести в Донецк помощь сегодня, то уже завтра гуманитарный штаб будет вынужден закрыть часть пунктов выдачи. Запасы продуктовых наборов на Донбасс-арене на исходе. Самая главная задача, которую ставит перед своим штабом Ренат Ахметов, чтобы наши продукты доставлялись вовремя, в срок, чтобы они попадали тем, кому они особенно необходимы. И мы будем делать все возможное для того, чтобы максимально корректно пройти пункты пропуска и доставить наши наборы выживания тем мирным землякам, кому они предназначены, как это было за время всего вооруженного конфликта на Донбассе. До конца мая штаб Ахметова планирует доставить 365 тысяч наборов выживания для взрослых и 29 тысяч детских наборов для переселенцев и мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.